Популярнее этой кухни сложно что-либо представить, но вот уже второй год для ее продвижения во всем мире проходит неделя итальянской кухни. В России гастрономический проект организовали в 11 городах, в их числе и Челябинск. Началось все с кинофестиваля. Общая цель фестиваля это то, что приближает жителей Челябинской области с Италией. Даже несмотря на большую политику, которая нас не коснется, мы просто хотим рассказать своим друзьям, что не забудете, что есть Италия. Италия готова с вами дружить и посетить Италию, мы будем посетить вас. Уроки шоколада, рождественский ужин, праздничный обед с жарким ледом. Одни только названия этих фильмов будоражат аппетит. Незабываемое акустическое впечатление возникает от того, что фильмы идут на итальянском с субтитрами. В проведении этого фестиваля мы сотрудничаем с Почетным консульством Италии в Челябинске и также с Институтом культуры Италии, который находится в Москве. Именно они совершали выбор фильмов для этого фестиваля, чтобы получилась такая полноценная культурная программа. Это комедия, рассчитанная на широкую зрительскую аудиторию. По моему опыту я уже выяснила, что из всех итальянских фильмов зрителям наиболее интересен как раз комедийный жанр, потому что Италия, она всегда представляется такой эмоциональной, страной лучезарной, очень улыбчивой. И вот поэтому именно комедии наиболее предпочтительные. Перед непосредственным знакомством с настоящей итальянской кухней мастер-класс по правилам хорошего тона от Барбары Ронке де Ларокко, писателя, журналиста и консультанта по ведению церемоний в резиденции президента Италии, которая в аристократичной манере упомянула и о русском вкладе в историю правил хорошего тона. Возможно, вы не знаете такого факта, но для развития и появления правил хорошего тона один русский сыграл большую роль. Если сегодня мы едим первое блюдо, потом второе и затем десерт, эта последовательность появилась благодаря князю Курагину. До 1810 года мы все ели одновременно. На стол выносили все, от закуски до сладкого. А потом этот граф решил, что нужно менять систему и придумал последовательность блюд. Поэтому все большие рестораны мира, рестораторы и шеф-повара обязаны этим правилам русскому. Только русские об этом не знают. Повара, посетившие в рамках фестиваля Россию, состоят в итальянской ассоциации послы вкуса. В нашем городе им стал Карло Сикель, именитый шеф-повар из Сицилии. На дегустациях и мастер-классах он готовил привычные и знакомые каждому блюда, благодаря чему был шанс узнать аутентичные рецепты. Итальянскую кухню с границей иногда воспринимают немножко не так, как она есть на самом деле. Например, лазанья. Очень часто она сделана плохо, не так, как надо. И когда в ресторан приезжает итальянец и говорит, как надо сделать эту самую лазанью, он встречает сопротивление. Потому что люди привыкли к другому. Итальянская кухня – это не только рецепты, которые нужно знать. Это еще и определенные ингредиенты, без которых при любом рецепте не получится аутентичной кухни. Я привожу пример конкретного продукта – масло. Для нас оливковое масло – это номер один. Это очень важный продукт. Он должен быть холодного отжима. И если вы готовите итальянские блюда и заменяете его чем-нибудь другим, это уже не будет итальянской кухней. И в особенности я про подсолнечное масло, которым здесь часто заменяют оливковое. Так ярко, солнечно и аппетитно прошел этот фестиваль. Впрочем, эти эпитеты применимы и к стране, подарившей нам неделю итальянской кухни. В ближайших выпусках мы подробнее осветим встречи внутри фестиваля по праву этого заслуживающих.